Привет друзья! Сегодня мы поговорим про камышового кота. Камышовый кот имеет несколько названий. Его еще называют хаосом, джунглевой кошкой и болотной рысью. Обитает он на территории Афганистана, Ирана, Пакистана, Индии, Таиланда, а также в России и в Средней Азии. Камышовый кот селится по берегам озер и в поймах рек, поросших густыми зарослями тростника и камыша, а также в буйных зарослях колючих кустарников. Открытые местности, такие как степи и пустыни, камышовый кот старается избегать. Основная окраска кота серая, с рыжим или оливковым оттенком. Бока чуть светлее, чем спина. Живот беловато-охристый, а подбородок и паховая область светлые, почти белые. Под глазами иногда видна неясная бурая полоска. Лоб, щеки и затылок буровато-рыжим. Рисунок у взрослых животных виден хуже, чем у молодых. Котята окрашены ярче и в отличие от взрослых они полосатые. Летний мех у взрослых животных по сравнению с зимним более редкий и грубый, а по цвету серый и бледный. Камышовый кот отличный охотник. Он скрытен и осторожен. Основу его рациона составляют различные грызуны и птицы, живущие недалеко от воды. Он охотится на зайцев, змей, ящериц, лягушек и рыбу. Нередко разоряет гнезда прибрежных птиц, которые селятся по берегам рек и озер. Обычно камышовый кот ведет сумеречный и ночной образ жизни, проводя светлое время суток густых зарослях. Однако в холодное время года камышовый кот активен и днем. Дикий камышовый кот силен и агрессивен, а принесенный в дом котенкам приручается с трудом. Камышовые коты обладают не только отличным слухом, помогающим им охотиться, они также пользуются звуковой коммуникацией для общения между собой, особенно в период размножения. Взрослые камышовые коты мяукают, практически как домашние кошки, но обладают более басистым тембром. Котята же умеют шипеть и фыркать. Помимо превосходного слуха, у этих животных еще хорошее зрение, а вот обоняние разве-то несколько слабее, чем у других представителей семейства кошачьих. Камышовые коты и кошки ведут одиночный образ жизни, за исключением сезона размножения. У каждого самца есть своя индивидуальная территория, которая пересекается с территориями нескольких самок. В период размножения животные живут семейными группами, в состав которых входит кошка, кот и их котята. Логово для котят строит самка. Она устраивает его в очень глухих и труднодоступных местах. Сами камышовые коты, нор себе не роют. Они используют старые норы других животных. Внутреннюю часть норы выстилают сухой травой и шерстью. Беременность у кошки длится 55 дней. Самка рождает от двух до пяти котят весом по 100 граммов каждый. Количество рожденных самцов всегда преобладает над количеством самок. Глаза открываются у котят на 10 день. Детеныши растут довольно быстро, прибавляя в день примерно по 20 граммов. В пятимесячном возрасте котята уже полностью самостоятельны. Продолжительность жизни камышовых котов до 14 лет. В зоопарках содержатся не часто, однако могут размножаться и в неволе. Камышовый кот может скрещиваться с домашними кошками, давая нормальное здоровое потомство. Молодые котята приручаются, но далеко не всегда. Домашний камышовый кот может всю жизнь оставаться диким и агрессивным животным. А чтобы его приручить, нужно приложить усилия и много времени проводить с ним вместе. Кавказский камышовый кот, обитающий в нашей стране, занесен в Красную книгу Российской Федерации и его популяция охраняется. На этом я заканчиваю рассказ о камышовых котах.